Александр Саврас пришел впервые в тир, когда ему было 11 лет. За компанию привел брат. А сегодня десятиклассник является абсолютным чемпионом страны среди юниоров. Недавно получил звание мастера спорта. На Олимпийских днях молодежи он в числе фаворитов. Уверенно выбивает сотку. Все 10 выстрелов точно в десятку. Молодой человек признался, что этот спорт развил в нем сдержанность. Ты сдерживаешь свой характер, свои эмоции и не выпрескаешь на кого-то. Ты можешь, ну, вместо того, чтобы, ну, знаете, как некоторые нарываются в драку, ты вместо этого можешь проигнорировать, соответственно, и обойти стороной. А тут это спокойный вид спорта, как бы ты действуешь, ну, как бы закаляет твой характер. Три вида оружия. Малокалиберная винтовка, пневматическая винтовка и пистолет. И три упражнения – стоя, лежа, из колена. И более 170 молодых спортсменов, каждый из которых готов проявить свою меткость, твердость руки, силу характера, чтобы стать здесь лучшим. Это только со стороны может показаться, что пулевая стрельба – не более чем развлечение в тире. Попасть из положения стоя, из винтовки, которая весит 5,5 килограммов, в мишень, диаметр которой – 112,5 миллиметров, с расстояния в 50 метров и выбить 10 очков. Задача, требующая спартанской выдержки. И этим молодым людям она более чем под силу. Меньше семи не стреляет никто, а уж о выстреле в молоко и вовсе говорить не приходится. На этих соревнованиях олимпийские надежды страны в пулевой стрельбе. И это не преувеличение. Олимпийское наследие у Беларуси в целом и у Гродничины в частности – богатое. Так повело, что уже на протяжении многих десятков лет мы лидируем в республике. И у нас довольно-таки приличные спортсмены, высокого уровня. Можно даже сказать, выходцы именно с Гродно, а это Игорь Басинский, призер Олимпийских игр, Ирина Шилова, олимпийская чемпионка, Костя Лукашек в Барселоне, чемпион Олимпийских игр. Кстати, стал чемпионом в 16 лет. То есть, есть особые заслуги наших спортсменов. И глядя на этих спортсменов, молодежь тянется показать такие же результаты. Пулевая стрельба – объективный вид спорта. Прежде всего потому, что от судей здесь результат не зависит. Здесь либо попал, либо нет. Ну а за абсолютной чистотой стрельбы следит современная техника. Она не соврет. Как рассказывают сами спортсмены, в момент выстрела во всем теле стрелка должно царить полное, почти медитативное спокойствие. Даже сердцебиение должно быть идеально спокойным. Задержка дыхания на 6 секунд, и тогда выстрел получится максимально точным. Белорусы такую науку освоили достаточно хорошо, чтобы с белорусской школой пулевой стрельбы считались на международном уровне. Белорусскую школу стрельбы очень уважают, знают на мировом уровне. Все соревнования практически международные. Даже если нет медалей, мы стараемся быть всегда в финалах. То есть, как бы, знают, что белорусские стрелки – это стрелки высокого уровня. У нас очень хорошая школа тренерская. У нас достаточно сильные навыки. И очень много продолжателей, которые могут объяснить детям, рассказать и выписывать на определенный высокий уровень. Финал Олимпийских дней молодежи по пулевой стрельбе продлится до субботы. Те, кто лучше всего проявит себя на этих соревнованиях, отправятся на этап Кубка мира среди юниоров. А там, возможно, не за горами и Олимпийские высоты. Эллент Абудила, Гаджан Батырджанов, Новости, Гродно+.